всем привет вы на канале криптоком с вами фла-ла-ла он же гринниджо он же зубастик он же i think so и прочее прочее и сегодня мы поговорим с вами о новостях в мире криптовалют и посмотрим немножко на график я скажу свои 5 копеек потому что есть интересная идея так что поехали да если вам нравится крипто контент не забудьте поставить лайк подписаться на канал поскольку это очень очень важно давайте начнем с новостей потому что потому что новости у нас следующие сек подала в суд на джона макафи его уже арестовали валах он у него зачетный комиссия по ценным бумагам и биржам сша подала в суд на предприниматель на джона макафи за продвижение всего проекта в twitter бла-бла-бла уклонение от налогов вот утверждают они что макафи заработал более 23 миллионов долларов на рекламе этих оси вот в эфире все что он заработал тут показывается но суть в чем суть в том что знаем мы с вами когда такие новости медвежьи запускают о чем это нам должно говорить правильно якобы типа он уже где его взяли под стражу да не факт что он короче еще в тюрьме его уже пытались сажать несколько раз это все такой пиар наглый короче следующая новость сейчас я объясню к чему я клоню следующая новость регулятор великобритании запретил продажу криптовалютных деривативов розничным инвесторам вот британское управление по финансовому надзору и все и запретила продажу деривативов и биржевых нот ну короче торговать с плечом и и тф и потому что они за нас заботятся в кавычках что нам сложно оценить реальную стоимость криптовалюты и это сопряжено с большими рисками бла-бла-бла поэтому чтобы мы типа не теряли деньги нам это запрещают но не нам конкретно всем кто живет в великобритании вот такая новость сейчас я поймете к чему я клоню следующая новость вот по поводу битмикс чейн анализ отнесла битмикс к высокорисковым биржам да кстати пока не забыл респект форк логу потому что мы читаем все эти новости на нем отличный журнал ссылка в описании вот тут какая тема про битмикс ну все уже наверно слышали они тоже в розыске одного чувака уже арестовали и остальных ищут вроде как объявили их незаконно штрафуют и так далее в общем потом про ripple вот тоже новость что ripple пригрозило покинуть сша из чрезмерного регулирования криптовалют бла-бла-бла и я к чему теперь клоню клоню я к тому что все вот эти медвежьи новости мы с вами знаем когда они бывают они как правило бывают как раз перед тем как надо покупать вернувшись на график сейчас вам это покажу ну то есть что я имею ввиду что обычно вот посмотрите на дневке обычно мы же знаем с вами что у нас на хаях вот здесь вот здесь всегда бычьи новости что типа все окей вот здесь тоже здесь что тебе биток to the moon бла-бла-бла но вот тут у нас обычно когда надо реально покупать всегда медвежьи новости вот здесь здесь вот здесь вот здесь у нас везде были новости что в китае запретят майнинг там еще что-то хаки всякие и ведь у нас даже вот здесь перед коронадампом с вами не было новостей что будет коронадамп как вы помните все говорили биток to the moon все там поэтому к новости пошли вот здесь уже плохие что все мировой кризис бла-бла-бла и после этого был офигенный рост поэтому не финансовый конечно совет дисклеймер делайте сами свои выводы но что я хотел вам еще показать на этом графике это очень интересный вот этот индикатор большой респект еще томасу нашему корешу с канала team underground потому что он сегодня это показал своем видео и сейчас я вам покажу вернемся к этому буквально через несколько секунд давайте теперь к другим новостям пользователь лишился 140 тысяч долларов став жертвой defy скама как такое могло произойти ну смотрите неизвестный пользователь расстался со 140 тысячами долларов в токенах децентризованной биржи uniswap после их размещения в пуле проекта unicats подробную историю он раскрыл вот здесь в общем в двух словах суть в том что чувак думал что повторит успех wi-fi внес в этот unicats свои uni и нажимает естественно кнопку от metamask позволить этому да потратить ваши uni в чем суть короче в том что он на самом деле этой кнопкой нажал нажав подтвердил то что короче эта хрень начала выводить сколько она хочет средств с его кошелька то есть джонни вдомек что после разрешения смарт-контракт мог забрать токены в любое время даже после того как они были выведены из проекта суть в чем что чувак реально это я в итоге подслушал вчера у айвана тег он там объясняет что и любой ерц 20 токен на эфире он так написан хитро что там есть опция что ты мы во первых любой может посмотреть в блокчейне количество токенов у любого другого адреса но во вторых любой может потратить токены с любого другого адреса если у него есть таковое разрешение то есть по сути в блокчейне битка такой темы нету по моему насколько мне известно блокчейне эфира она есть то есть вы можете дать permission как бы разрешение другому лицу потратить средства с вашего кошелька это вроде как есть смарт-контракт то есть доверенность такая и вот чувак просто когда что мы же не знаем с вами мы в юнисвапе нажимаем ебашить по маркету ставим галку и все и вот они все риски то есть вы каждый раз когда покупаете конди фай говно вы по сути даже не читаете что вы можете давать доступ через метамаск всем ко всему своему кошельку так что будьте очень бдительны поняли да как это работает чувак просто купил какой-то говно и дал разрешение ему вывести все его средства что собственно смарт-контракты сделал он опустошил его кошелек после этого поэтому супер осторожно по поводу метамаска тоже вот новость что они запускают dex агрегатор и позволит обменивать токены прямо в кошельке интеграция метамаск с крупнейшими dex агрегатами включая вот эти все one inch airswap kyber 0x api uniswap dex paraswap и так далее то есть короче прямо в метамаске можно будет скоро заниматься дефайством вот и что еще ну теперь к бычьим новостям потому что смотрите хешрейт эфир обновил исторический максимум это это ли не бычая новость ребята вот у нас 250 тер хэшей на графике видно что близкие к нынешним отметкам были достигнуты в августе 2018 года тогда цена эфир существенно превышал 400 бачинских поэтому вот все растет у нас тут фундаментал растет defy как бы хз сейчас конечно под соскамился чуть-чуть с виду но вот еще мнение него способен бросить вызов эфириум в секторе defy запустили flamingo swap или как он там называется flamingo finance но хз хз может быть кстати да это зарождающаяся тема вот чувак говорит что вот у них типа уже вот столько миллионов залочено полтора миллиарда и чувак пишет их что мы не привлекаем людей мы привлекаем их криптоактивы нам все равно откуда родом приватный ключ из китая или америки сказал да хун фэй ну короче очередная суши свапина но возможно что она только начинается но вернувшись к этому гребаному defy сейчас мы вернемся на этот график и поговорим что это очень важная штука это я вам на сладкое оставил буквально минуту еще потерпите вернувшись дефа смотрите coin market cap вот у нас с вами если мы рассортируем по семидневному лоссу то мы видим что многие монеты вот упали на 90 процентов 70 процентов 40 и define и монеты тоже многие включая wifi и не свап просели на 35-40 процентов и понятно что сейчас все будут говорить все все defy scam но возможно опять же не финансовый совет не лучшее ли это время сейчас на коррекции зайти в это говнецо хотя конечно вайфай скорее всего пойдет выбивать цену один биток и ниже потому что ну не должен стоить какой-то щит коин которых даже несмотря на то что так мало монет он только поэтому так и стоит не должен стоить больше битка но возможно что какой-то отскок хотя бы будет хотя юнисвап тоже я бы пока не лез потому что ну блин сейчас всем раскидали этих халявных единорожиков все захотят пожрать съездить куда-нибудь и задампят просто рынок поэтому лучше не торопиться возможно что это хорошая возможность спекулятивно зайти на отскок но не торопиться еще вот почему вам советую потому что мой печальный опыт вот с этой монеты defy pay вот что показал вот тут я на зашел первый раз почти по доллару потом усреднялся по 0,7 потом усреднялся по 0,3 потом до хера усреднился по 0,1 думал ну все это уже днище то есть вот тут я существенно увеличил позицию примерно в 10 раз и она упала еще ниже до 0,03 так что вот сейчас возможно кстати они запускают mainnet интересный проект defy pay русские чуваки сейчас у них уже вот return investment уже вот такой поэтому сейчас присмотритесь если есть реально интересно спекульнуть с defy то уж лучше мне кажется вот в эту она конечно может устремиться к нулю но вряд ли тем более что те кто устремлялись к нулю они обычно резко вот так пам и сразу падали а этот вроде интересный проект чуваки там двигают серьезную тему за стейкинг за все дела поэтому сейчас по 0,03 на унисвапе взять его с диким проскальзыванием с комиссии адской принципе оправдана наверное что будете хотя бы по 0,1 или по 0,2 но это чисто спекулятивный трейд как бы из серии залить пол эфира и достать один там или два эфира через там неделю вполне возможно что прокатит ну сайт сами их посмотрите ладно то что он долго грузится вот но в целом это все спекулятивная хуйня а теперь посмотрим на макро тренд и на биткоин и здесь мы ясно видим вот что вот эта белая линия большой респект еще томасу steam underground что я у него сегодня подсмотрел это тупо наложенная капитализация тезера на график биткоина и посмотрите такую интересную корреляцию я бы сказал как только мы видим что капитализация тезера растет ну или даже вот падает мы видим дам после этого но как правило даже когда на бок идет мы видим дамп но когда капитализация терна начинает расти при чем не здесь здесь еще у нас сначала был pump а потом она росла а вот дальше в этом году посмотрите какая тенденция мы видим сначала когда мы видим боковое движение у нас bitcoin падает а потом мы видим сначала pump капитализации тезера после этого биток начинает расти опять же смотрите потом она идёт sideways в боковом движении и биток падает опять смотрите памп цена биткоина растет памп цена биткоина ну боковике идет но дальше снова памп и она растет и посмотрите что сейчас у нас происходит памп причем не хуйственный такой памп капитализации тезера происходит right here right now и мы ясно с вами видим что было вот здесь вот здесь ну вот здесь не особо но вот здесь это все было как бы предвестник этих движений до такого движения вот такого движения такого движения и в общем туда поэтому вот это вот это движение еще пока не отыграла поэтому смотрите сейчас всех в шарты засадит этими медвежьими новостями и потом сделают как ничуть вот так с переписыванием предыдущего локального хая и вот тут-то как раз все в лонге и впрыгнут как обычно а капитализация тезера пойдет в бок и вот тут-то и мы можем пойти потенциально на ретест этих уровней перед тем как уже окончательно за ту зиму нить но опять же это не финансовый совет дисклеймер но так-то мы с вами должны понимать что то есть это мы смотрим логарифм а на самом деле мы где-то вот здесь вот тут кстати хорошо показывает то есть вот эти все пампы наши в 20000 мы же понимаем с вами что это все вот такая прямая линия будет а реально цена биткоина как капитализация тезера может сделать вот здесь куда-нибудь сюда это я вам говорю с полной уверенностью как было вот вернувшись 2016 вот у нас было вот здесь тоже кучу price action а вот 2013 то что да можно сравнить это было кстати похоже на то как эфир ходил обратите внимание в 2014 битокс ходил на 1200 и упал на 200 до даже на 100 с чем-то абсолютно то же самое что делал эфир только эфир ходил на 1300 почти а падал на 80 даже соплей поэтому и дальше что было дальше было вот так вот и суть в том что вот это весь price action его даже не видно если не смотреть в логарифме а смотреть вот так же то логично будет предположить что мы идем куда-то туда на пик следующего пузыря вот и вот это все будет такая прямая линия ну как я вам показал уже так что ту зиму не за горами ждет нас ребята тем более такая непонятка с финансовыми рынками сейчас но вроде вот отскакивают индексы но это все такое знаете конечно надо присматривать за золотом и акциями и за нефтью но это уже так а в целом чё ну альтык битку стопудовый альтык битку на дне дашь на дне так вырубаем эту хрень дашь на дне манера уже начал как видите вот манера уже показывает разворот то есть смотрите вот манера падал 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 все эти годы битку и сейчас показывает конкретное w с разворотом с целями куда-то сюда и суть в том что дашь повторит эту историю и почти все альты стопудовые повторят вот дашь вот он сейчас внизу этой w поэтому я лично по дашь сейчас аккумулируюсь очень сильно и не финансовый совет конечно но жду учет такого по дашу биткойна и подашу кстати еще очень сильный сигнал и сегодня в чате писал что они снова запустили youtube канал даже detailed вот этот и суть в том что они вещали весь 2016 год пока был был ранут этот предыдущий и как только на пике пузыря мы оказались они по каком-то странном стечении обстоятельств перестали вещать и весь медвежий рынок три года не вещали насколько я помню ну или почти весь совпадение не думаю вот я отметил так что до добавляйтесь в телегу кто еще не там то что у нас там веселая дискуссия постоянно ну и какие-то такие мысли в принципе тоже касается всех стопудовых альтов типа лайткоина и прочих прочих как бы фирс битком то уже неплохо накачали весь этот дефай сектор а все вот эти стопудовые альтки по дну размазывают так что можно их потихоньку подбирать им хо ну а так чего вот смотрим скальпим потихонечку что-то набегает даже какой-то микропрофит вот по лайтку встал пробой на фемиксе фемиксе еще кучу дефай монет добавили кто не в курсе посмотрите ссылки в описании дополнительные бонусы и вот здесь можно вайфай торговать июне вот сейчас их шортить очень неплохо вайфай сегодня минус 10 процентов дал то есть если вы шортите в десятом плече то это уже как бы сто процентов плюс сзади вот так что он опять же конечно не финансовый дисклеймер тут смотрите сами целом как то так на дудоксе напоминаю что chain link с нулевыми комиссиями вот видите zero fees это реально так я тут поторговываю потихонечку криптомарафон продолжаю публичный счет разгоняю но пока супер потихонечку я прямо без плеч без ликвидации вот поэтому 946 бачинских уже вначале было 500 вот счет почти 2x а ну какие то такие дела ребятушки в общем все наверное на этом буду закругляться что тут еще скажешь на полониксе кстати я смотрю все эти штуки потому что на полониксе такие сигналы дают тут сопли рисуют которых нигде нету допустим смотрите вчера вот эти си нарисовал вот такую соплю для меня это очевидно сигнал на лонг не знаю как для кого потому что это тупо закрытие стопов и ликвидация кого-то самом береморжованного с целью походу наверх по лайткойну здесь такая же была херня абсолютно несколько дней назад вот вот чем тут творил то есть понимаете да какой разброс цен и здесь кстати это можно ловить это кому нравится ставить ведра тут на мало ликвидных парах бывает такая тема тут сейчас все в принципе мало ликвид на полониксе так что вот ссылка на него тоже в описании и чё тут скажешь еще подписывайтесь ставим лайки пишите в комментариях что думаете про это все интересно ваше мнение отыграют ли эти в кавычках медвежьи новости пойдем мы наверх или действительно сейчас пойдем вниз гэп закрывать то есть я ничего не говорю я не отрицаю что мы можем перед всем этим добром to the moon сходить вниз и закрыть гэпчик коин на 7к можем упасть покойно но у меня конфликт таймфреймов в таком случае ребята точнее у меня конфликт между биткоином эфиром и супер недокупленными лайткоином дашем тем же биткэшем даже риплом и так далее и плюс я еще раз говорю я вижу по манера вижу по некоторым этим что ну куда уже все и биток тоже видите вот он в принципе смотрит на переписка и эфир который кажется уже таким перекупленным тоже его сейчас все же за шортят топлива до докинут и он улетит на 600 на 700 не вопрос эфир тоже уже переписывает вот эфир тоже выглядит к доллару как манера к битку посмотрите он нарисовал w и пробивает вот этот уровень сопротивления уже пробил то есть это бычая история абсолютно долгосрок я ничего не говорю мы можем сейчас сходить вот так и смыть всех кто возьмет большие лонги потом мы идем туда и как бы ну крипты есть все шансы того что сейчас если повалится фондовый рынок повалится в фиатные валюты все повалится к чертям собачьим крипто стрельнет поэтому вот такой вот тузамонский прогноз ладно буду закругляться аккуратнее с чейн линком потому что он уже дал 20 иксов или сколько вот чейн линк я дожду чего-нибудь вот такого в целом и потом только туда но это мое сугубо личное мнение ну думаю что 7 долларов еще мы точно увидим а то и ниже вот и то же самое касается всех этих вай-фаев и прочего то есть лапа так что давайте не теряемся на связи добавляйтесь везде торгуйте аккуратно с риск-менеджментом и будет вам профит писал